Александра Джузеппе Антонио Анастасио Увольта Одно из сильнейших заклинаний из области физики. Великий итальянец родился 18 февраля в середине 18 века. Создал первый в мире химический источник тока. Читай, предка современной батарейки. Знал бы он, что потомки будут ломать голову на тем, как правильно утилизировать ядовитые копии его изобретения. Вот, например, студентка политеха Олеся. Учится на направлении инноватика и выбрасывает батарейки. Только в правильную коробочку. Потом сдаёт. Сначала я познакомилась просто с темой экологии и искала для себя удобные способы как-то войти в эту сферу. Уже собирать там сначала бутылки, которые я использую. Позже начала собирать батарейки. Мой проект, мой дипломный уже получается, дипломная моя работа тоже связана с экологической тематикой переработка старых автомобильных шин в резиновую крошку. А вот доцент Любовь Бельдеева уже давно связана с инженерной экологией. Говорит, если не утилизировать батарейки правильно, они при разрушении оболочки отдадут человеку то, что в них и закладывали. А тяжёлые металлы, попадая в организм, из-за болевания вызывают нелёгкие. Страдает эндокринная система, сердце, сосуды. Но переработки элементов питания, как и у самой батарейки, есть не только плюс. Я несколько лет назад изучала процесс переработки батарейок в Швейцарии. И это тяжёлое, химически вредное производство, где у рабочих довольно тяжёлые условия труда. И они регулярно сдают анализы. Так что сфера субсидируется государством и регулируется тоже. Пока организация мусора больше нет, ещё могла собирать батарейки. Из края на переработку увезли около пяти тонн аккумуляторов. Теперь нужно получать специальную лицензию. Благо подключились крупные торговые сети. Они и принимают отработанные элементы питания. Удивительно, что день батарейки приходится на границу, практически границу зимы и весны. А это время, когда наша внутренняя батарейка начинает садиться. Так вопрос, что с этим делать, мы решили задать специалистам, то есть врачам. Причину подкосил, как говорит Вера Карпова, врачам понятны. Короткий солнечный день, холод и дефицит положительных эмоций. Особенно на фоне минувшего года. Так что нужно наверстывать, получать психологическую разгрузку и не верить маркетологам от медицины. Витамины не помогут. Никакого авитаминоза у подавляющего большинства наших современников нет. Что касается энергетиков и всех остальных мероприятий или каких-то таблеток, стимулирующих, предлагаемых иногда в аптеках, то тоже это совершенно не обязательно. А вот что главное, и о чем я всегда говорю абсолютно, это соблюдение принципов здорового образа жизни. Рецепт простой. Питание без полуфабрикатов и лишних сладостей, соблюдение режима труда, здоровый полноценный сон и, конечно, физическая активность. Ваша батарейка – это зарядка. Вот такой катод-анод-электролит. Андрей Дреер, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.